Бисмиллахи ррахмину ррахим, альхамду лиллах, ассалату ассаламу аля Расулиллах, аля алиху ассабих ажма'ин амма ба'ад. На прошлом уроке мы упомянули, что слова первообразной формы, которые состоят из более чем трёх букв, делятся на три вида. Мы поговорили о первом видео. Это вид, когда буквы четырёх или пятибуквенного слова являются корневыми. Мы упоминали, что слова первообразной формы, в которых имеются только корневые буквы, могут быть трёхбуквенными, как, например, «раджулун» по модели «фаулун», или глагол «катаба» по модели «шаблона» «фаалла». Могут быть четырёхбуквенными, как, например, имя «джаафарун» по модели «фаалалун», или глагол «дахраджа» по модели «фаалалла». А также могут быть пятибуквенными, что наблюдается только в именах, как, например, «сафараджулун» по модели «фаалаллалун» «фааллалун» в основе. Глагол первообразной формы с пятью корневыми буквами не существует. Такого в арабском языке нет. Значит, для взвешивания трехбуквенного слова, имени или глагола, первообразной формы, мы используем шаблон из трех букв. Фа, Айн и Лам. Для четырехбуквенного слова, первообразной формы, как имени, так и глагола, мы используем шаблон из этих же трех букв с доволением к ним на конце еще одного Лама, то есть Фа, Айн и Два Лама. Как, например, Дирхамун имя Дирхамун по модели Фи'лядун в имени. И Бархана по модели Фа'ляля для глагола. Кстати, глагол первообразной формы с четырьмя корневыми буквами приходит только по одному единственному шаблону по модели Фа'ляля. А что касается имени, то здесь несколько моделей или шаблонов, как, например, Фа'лялюн, упомянуты нами Фа'лялюн, как, например, Джа'фарун, Фа'лялюн, Фи'лялюн, Дирхамун, Фа'лялюн, Худхадун и так далее и другие. Для пятибуквенного слова, первообразной формы, а таковым у нас бывает только имя, так как глагола, у которого все пять букв являются корневыми, не существует, значит, словом с пятью корневыми буквами бывают только имя, а не глагол. Для такого слова у нас есть шаблон из этих же трёх букв Фа'ль-Лам, которым добавляется ещё два лама, две буквы лам, то есть Фа'ль-Лам и три лама, как, например, Джа'хмаришун по модели Фа'лялюн в значении, как старуха, Сафарджун по модели Фа'лялюн в основе. Итак, для трёхбуквенных слов имя или глагола у нас шаблон Фа'ль-Лам, для четырёхбуквенных имя таких глагола у нас шаблон, состоящий из букв Фа'ль-Лам и двух лам, для пятибуквенных, коими бывают только имена, а не глаголы, у нас есть шаблон Фа'ль-Лам и три лама, то есть Фа'ль-Лам. Итак, для трёхбуквенных Фа'ль-Лам, для четырёхбуквенных Фа'ль-Лам, два лам с двумя лам, а для пятибуквенных, то есть имени, а не глагол, это будет Фа'ль-Лам и три лама с тремя лам. Это у нас был первый вид, то есть слово, в котором более чем три буквы, и все буквы, которые являются корневыми, как, например, Раджу-Лун по модели Фа'лялюн, Джа'фрун по модели Фа'лялюн, Джа'хмаришун по модели Фа'лялюн и так далее. Это у нас были имена. Также глаголы, как Катаба, например, по модели Фа'ля, Дахржи по модели Фа'ляля. Это был первый вид. Второй вид слов, это слова, у которых имеется более чем три буквы, но уже с добавочными буквами, которые являются повтором Айна или Ламы, то есть повтором второй или третьей корневых букв. То есть за счёт повтора второй или третьей корневой буквы. Например, Фариха, в основе Фариха, значение Радоваться, и образован от него Фарраха, значение, то есть Фарраха в основе, значение Радовать кого-то, Радовал. Здесь мы видим Айн, глагол Фариха, то есть его вторая корневая буква, и она удвоена, её удвоили. Производим от него глаголи Фарраха, то есть путём повтора буквы Ра. Возьмём другой пример, трёхбуквенного глагола, например, Савида, значение быть чёрным, и образован от него глагол Исвадда, Чернесть, становиться чёрным, быть сильно чёрным. Исвадада в основе. Про это правило мы начало поговорим отдельно. В основе. Значит, мы видим, что здесь у нас добавлено две буквы. Первая – это Хамза, про которую мы поговорим позже отдельно. Вторая буква – это буква Даль, являющаяся повторной третьей корневой буквой Даль, то есть буквы, лежащие или стоящие напротив буквы Лам, шаблона Фаиля. Итак, если увеличение буквы, трёхбуквенного глагола происходит за счёт повтора коренных букв, то есть Айна или Лам, то есть второй или третий коренных букв, то в шаблоне это будет повторной соответствующей буквы шаблона. Буква Айн, если добавленная буква является второй корневой буквой, повторной второй корневой буквой, или букву Лам, если добавленная буква является повторной третьей корневой буквой. Так, например, в глаголе Фарраха мы скажем, что он по модели, по шаблону Фаиля. Как мы видим, мы удвоили Айн, то есть буква Айн, шаблона, которая и лежит напротив буквы Ра в этом глаголе. Фарраха, Фаиля, в основе. Как мы видим, мы не добавили в шаблоне буквы «ра», как есть, как она есть в глаголе фарраха. Это сделано, чтобы показать, что добавленная буква в глаголе обозначается с повтором буквы «а», в шаблоне «ра», как есть. То есть мы не говорим фарраха, а говорим фараха. Приведем другой пример с удвоением или повтором третьей корневой буквы, как в выше упомянутом глаголе «ИСВАДДА». «ИСВАДДА» – то же самое «ИХДОР», «ИХМАРДА», «ИЗРАККА» и так далее. «ИСВАДДА» – «ИСВАДДА» в основе, по модели шаблона «ИФАЛЛА» – «ИФАЛЛА» в основе. Здесь тоже, как мы видим, мы изобразили или же обозначили повтор буквы «ДАЛ» в глаголе «ИСВАДДА» путем повтору или удвоения, лежащей напротив него буквы «ЛАМ» в шаблоне «ИФАЛЛА» в основе. То есть мы не сказали «ИФАЛЛА» «ДА», добавив букву «ДАЛЬ» как есть. Нет, мы просто удвоили букву «ЛАМ» в шаблоне «ИФАЛЛА». Дай бы показать, что эта добавленная буква является повторным удвоением имеющейся третьей корневой буквы. Приведем, например, другие примеры, такие, как, например, «ХАСАНА» по модели «ФААЛЛА», а не «ФААСАЛЛА». В основе в шаблоне мы не говорим «ФААСАЛЛА», хотя добавили букву «СИН». «ИХМАРЛА» по модели «ИФАЛЛА», мы не говорим по модели «ИФАЛЛЛА». «ИХМАРЛА» по модели «ИФАЛЛЛА», «МУДХАММАТАНЬ», которое уже было нами рассмотрено, то есть «Сура АРРАХМАН». Мы говорим по модели «МУФААЛЛЛАТАНЬ» и так далее. Осталось поговорить о третьем виде, иншал, но об этом мы поговорим на следующем уроке. ВАЛЛАХУ АЛЛАМ!